Взять на борт самолета слишком много вещей теперь не получится. В России хотят изменить правила перевоза ручной клади на воздушных судах. Это будут единые и понятные параметры для всех авиаперевозчиков. От лоукостеров до бизнес-моделей. Что изменится и зачем, выясняла Зоя Зотова. Стоимость билетов на самолет с багажом и без может значительно отличаться. Поэтому многие предпочитают все свое брать в салон. Но скоро для пассажиров кое-что изменится. Дело в том, что Аэрофлот и Ространснадзор планируют пересмотреть федеральное авиационное правило по провозу ручной клади в самолетах и ввести единый и понятный стандарт перевозки, в том числе и на лоукостеры. Сейчас эти параметры разнятся. Каждая авиакомпания устанавливает их самостоятельно. Так вес ручной клади варьируется от 5 до 10 килограммов. Победа – самая жесткая история. А вот у Аэрофлота, например, такая более лояльная система. У них и 10 килограмм ручной клади можно. Люди, понятно, этим пользуются, забивая все багажные полки. Чтобы пассажир понимал, что вот они нормы, вот они правила. И если у вас какой-то перевес или калибратор не подходит, вы сдаете это в багаж и оплачиваете, соответственно, номер. А также, когда люди начинают долго укладывать вещи в самолете, а потом искать их по разным полкам, это задерживает посадку и высадку пассажиров. Резюмирует эксперт. Изменения нужны и для того, чтобы габариты, вес и список предметов в ручной клади не вызывали вопросов у людей. Это также поможет решить и проблему задержки рейсов из-за переоформления личных вещей в багаж. Ведь на эту процедуру уходит как минимум полчаса. В этой связи стоит упомянуть, что сейчас существует шесть различных параметров в ручной клади. И, конечно же, в этой связи нужно брать средние значения, закреплять их за пассажиром и давать авиакомпанию как конкурентное преимущество устанавливать большие параметры. Но по-новому летать мы будем еще не скоро. Все поправки в правила провоза ручной клади в самолетах должны пройти не один этап обсуждений. А это произойдет не раньше, чем к концу года.